До конца жизни она оставалась верной своим большевистским принципам. В Петербурге на 1982 году скончалась автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева. Что о ней Бизнес-ФМ сказал писатель Александр Проханов, высказывание которого Андреева упоминала в своей статье. В Санкт-Петербурге умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева, ей был 81 год. Андреева стала известной как автор статьи «Не могу поступаться принципами», опубликованной в 1988 году в газете «Советская Россия». Статья вызвала бурную полемику и спровоцировала идеологические столкновения про- и антиперестроечных сил. Андреева, тогда преподаватель химии в Ленинградском технологическом институте, подвергла резкой критике курс страны на перестройку. Я разделяю гнев и негодование по поводу массовых репрессий, имевших место в 30-40-х годах. Но здравый смысл решительно протестует против одноцветной окраски противоречивых событий. Сегодня мало кого смущают личные качества Петра Великого. Но все помнят, что в период его правления страна вышла на уровень великой европейской державы. В то время, когда миллионы людей на нашей планете гибнут от голода, эпидемии и военных авантюр империализма, идеологи перестройки требуют разработки юридического кодекса защиты прав животных, наделяют необыкновенным сверхъестественным разумом природу и утверждают, что интеллигентность – биологическое качество, генетически передаваемое от родителей к детям. Именно сторонники леволиберального социализма внушают нам, что в прошлом страны реальны лишь одни ошибки и преступления, замалчивая при этом величайшие достижения прошлого и настоящего. Сложности воспитания молодежи усугубляются еще и тем, что в русле идеи неолибералов и неославянофилов создаются неформальные организации и объединения. Случается, что вверх в их руководстве берут экстремистки, настроенные на провокации элементы. В последнее время наметилась политизация этих самодеятельных организаций. После этой публикации Нину Андрееву уволили из института. Она ушла в политику, до последних дней была генсеком ЦК Незарегистрированной Всесоюзной Компартии Большевиков. В своей статье Андреева упоминала высказывание писателя Александра Проханова о противоборстве двух идеологических потоков за перестройку, которые сходятся лишь в избиении социалистических ценностей. Вот что об Андреевой Бизнес-ФМ заявил сам Проханов. Мина Андреева была удивительной человеком. Это была обычная русская женщина-коммунистка, которая не могла смотреть, как в ее глазах огромное количество людей предают ее ценности. И это оскорбляло и возмущало ее. И она не выдержала, не писала эту статью. Это был вызов, это был бросок, это был почти подчаса, брошенная всем этим надвигающимся на страну бедам и катастрофам. Конечно, это была статья пророческая. Эта статья была поддержкой всем нам, сражающимся с перестройщиками. Мне кажется, что эту статью не следует разбирать исторически и искать в ней исторические параллели. Ее опять нужно рассматривать как поступок одинокого человека, который бросает вызов всем, кто сплотился в огромное облако и разрушает государство. Александр Проханова влияние статьи не на Андреевой. Реакция не уговорит руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский. Это был такой манифест реакции, манифест сталинщины, манифест антиперестроечной деятельности. Тогда слово «перестройка» реально имело вполне положительное содержание. И будучи тогда вполне зрелым человеком, я с определенным возмущением отнесся к этому письму. Потому что предлагалось, собственно, все вернуть назад, вернуться к сталинским временам. Сегодня, я думаю, если и стоит вспоминать об этом, то только из-за одного. Но, к сожалению, к большому, очень во многом ситуация сегодня напоминает мне ситуацию середины и конца 80-х. В том числе и необходимость очень многое начинать с начала. Я не знаю, что исключительно здесь тем, что она была вот таким вот символом тогда. Но очень недорого, потому что потом уже начались совершенно другие политические события. Потом пришел 89-й год и выборы. Борис Вишневский, глава фракции «Яблоко» в ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга добавил, что в 2014-м Нина Андреева поддержала присоединение Крыма к России и ополченцев Донбасса. «Яблоко» в ЗАГС Санкт-Петербурга добавил, «Яблоко» в ЗАГС Санкт-Петербурга добавил, «Яблоко» в ЗАГС Санкт-Петербурге 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 добавил, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok